Всем привет! С вами Лена из Кипема. Я вам показываю технологии, технологии строительства. Рядом с моей комнатой хозяева строят еще две. Вот из красных земельных кирпичей собрались стенки, потом установили вот эти подпорки, на них положили железные листы и сверху залили бетоном. Лестница также делается. Видите? Тоже железный лист и поверх листа сделаны лесенки. То есть внутрь проложен железо, я видела, как они туда прутья прокладывали. Вот здесь стояла бетономешалка, машина. Вот такие вот пирожки с котятками. Здесь у меня, конечно, свинство развели. Ворона. Вот. Вот так это выглядит. Вот такое вот строительство. Там тоже подпорки к лестнице. Ну, Индия, что тут скажешь. Давно не выходила в эфир, поэтому выхожу просто потому, что меня давно не было. Мадам, это пакет-гарбич, я не знаю, где оно было. Это моя пакет-гарбич, я не знаю, где... У вас есть пакет-гарбич? Ну, это вот у нас тут. Понятно, почему вы рис не жрёте. Вас это сухим кормом тут кормят. Это вот у нас хозяйские кошки. Вот такая большая семейка. Сейчас стали появляться дни, когда, допустим, дождь шёл ночью и утром, а потом, допустим, полчаса или час. Иногда даже целых три часа может быть солнце. Правда, за это время пока ещё ничего не успевает высыхать. То есть, допустим, в сентябре между дождями дороги начнут успевать просыхать. То есть, если сейчас всё мокрое, допустим, вот дождь прошёл, да, но до следующего дождя вот эти лужи и асфальт сухими не станут, а в сентябре уже будут становиться. То есть, дожди всё равно будут. Но кое-что будет успевать просыхать. Сейчас индийцы готовятся к началу нового сезона, но неспешно. Не так, что прям в попыхах уже открываемся, а именно вот вызывают бригады и те, у кого есть деньги, начинают строить дополнительные этажи и комнаты. клетушки, 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 гаражики, гаражики, сарайчики, сарайчики. Я думаю, лет через пять сюда придёт большой бизнес, начнут выкупать эти земли и сносить эти гаражики, сарайчики. Ну, я не уверена, что тут совсем в ближайшее время. Вот это вот один из самых популярных хостелов. Хостел – это койко-место. Но популярен он за счёт того, что он старый, там проводятся какие-то пати. Хотя, допустим, сейчас по цене койко-место в этом хостеле можно найти комнату. То есть у них посудочная оплата за койко-место в комнате. Но цены... Вот этот вот ресторанчик походу сменил хозяев в этом году. И, судя по всему, здесь в этом году тоже будут не пальцы. Вот они второй строят. Не знаю, что они строят, но это они же. То есть вот они открылись рестораном, они уже начали работать. И вот тут вот ведут строительство. Хотя здесь свалка была. Здесь так. Не знаю, что это будет. Не могу угадать. Но крыша будет из бамбука. Выставили одежду, все вывесили. Ну, не знаю. Мне кажется, после сезона дождей все эти ткани уже гнилые. Все нитки у них уже гнилые. Причем, даже если они хранились не в арамболе, а, скорее всего, они хранились в арамболе, не в арамболе, Я не знаю, что Потому что весь этот товар одноразовый. Здесь хорошие это вещи, сезон дождей не переживают. Вот так. Купить, поносить пару месяцев и выбросить. Куда идем мы с пятачком? Да никуда не идем, просто так идем. Кукивелла закрытая. Ну, как закрытая, она работает, только не здесь, а в Решикеши. Сейчас Кукивелла. Чувствую, этот самый, школьный автобус, сюда автобусы не ходят. Я раньше на этом настаивала, а теперь вот я вижу, что сюда... Да? Купить и бамбу. Да? Да. Спасибо. Вы приходите в короткий час? Да, я приходите в короткий час, потому что я хочу в Панчин, в Сен-Францис, в Сен-Францис. Вы любите этот дом? Да, я люблю это. Первый раз я приехал, я люблю это очень много. Больше чем Панчин, лучше чем Канампу, очень хорошо. Мой сын здесь, он много времени приходит здесь. Мой сын у меня много сооруженных друзей. Да, он очень очень спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Какой имя? Меня зовут Ордри. Я католика. Я из Бомби, Бандро. Спасибо! У нее здесь сын работает давно. Это мама одного из работающих здесь. Красивая женщина. Здорово. Приятная встреча. Это вот тот тип людей, которых я люблю в Индии. Взрослые женщины, которые могут сами куда-то поехать, сами что-то сделать. Хоть не те, которые без мужа не могут шага ступить. А вот сейчас она берет и едет в Панжим. То есть я так понимаю, что она на автобусную остановку идет. То есть она точно так же, как я, ездит на автобусах. Блин. Классно? Вот тут у нас имитация дорогого бутика, где торгуют всякой дешевой херней задорого. Но видок приятный. Когда-нибудь весь Гуа будет так выглядеть. Ну, сынок молодец, маму пригласил. Ну, понятно, не в туристический сезон. Наверняка где-нибудь снял комнату для нее недорого. Пока это еще можно сделать. Хотя, знаете, в этом году они почему-то все начинают рассказывать, что сезон начнется вот прямо сейчас. Я говорю, с какого перепугу, если еще три месяца дождей? Ну, как познакомилась? Сидела в Кришналама. Индиец один начал разговаривать. И тоже он, йога-тичер. Вот я там йога-классы провожу. Все начинают что-то сразу пытаться тебе продать, втюхать. Наконец, спасибо, йога-классов мне не надо. Не хочу, не надо. Вот это вот государство здесь вот такие устраивает. У них есть специальные люди с бензиновыми газонокосилками. Они ходят по всем дорогам и выкашивают. Ну, что вам еще рассказать? Ну, вот видите, случайная встреча на дороге. Подняла себе настроение очень сильно. Все, заканчиваю снимать. Сейчас найду какую-нибудь кафешечку с вайфаем. Хотя сейчас их почти нет. И буду вам выкладать этот ролик. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Не могу вам гарантировать, что буду выходить чаще в эфир. Но постараюсь.